Похоже, наша станция Хизар. Пора выходить. Дверь плотно закрыта. Вероятно, это первый вагон. Я не вижу следующего вагона через замерзшее окно. Не вижу ничего, кроме рельс. Погодите, так тут нет машиниста. А как он ехал? Или головной вагон просто уехал вперед? Но если так, я этого не почувствовал и не услышал. В любом случае, совершенно бессмысленно оставаться в этом поезде. Хм, чертовщина какая-то. Тут так грязно, что я не могу ничего прочесть. Здесь, кстати, где-то был, по-моему, знак, а вот он, да. Этот странный рисунок изображен посреди граффити. Выглядит, будто его просто нарисовали тут. Но кто и почему моя голова? Платформа, неизвестная станция. На стене какие-то граффити. Опять фундалы постарались. Похоже, остальную часть до дома придется добираться пешком. Длинный пустой коридор выглядит подозрительно. О, черт. Тут повсюду хлам, но определенный ничего стоит еще. Опять эти маятники. Их здесь огромное количество. И перекрыто... Ох, черт. Отстаньте от меня. Ну, нет карты этой местности, конечно же. Да, только вас здесь еще не хватало. Давайте выключим свет. Возможно, так они меня не увидят. Раз, два, три. Да они тут строим ходят, черт. Последний меня приметил все-таки. Не попал. Да, Хизер может открывать двери даже в темноте. Похоже, какая-то подсобная комната. И здесь кто-то пытался проломить булавой шкаф. Я взяла булаву. Очередное холодное оружие. Очень мощное, но медленное. Сбоку шкафчика глубокая вмятина. Как будто его что-то очень сильно ударило. В итоге его нельзя открыть. Очень жаль. Кто-то хрюкает. Через дно шкафчика протекает кровь. Там внутри что-то есть. Мне, в общем, хотелось бы взглянуть. Но шкафчик не открывается. Ну и ладно. Так даже лучше. Вряд ли там внутри что-то хорошее. Каски стоит взять одну. Не нафиг. Выглядит глупо. Зря ты, Хизер, пренебрегаешь. Техника безопасности. Возможно, каску стоило бы одеть. Аптечка. И здесь у нас карта. Карта какой-то подземки, забрызганная кровью. Что ж, давайте попробуем исследовать это место. Опять этот огромный хрюк. Так, куда я попал? Хуже я двигаюсь в тупик. Но обычно в тупиках есть все самое интересное. Ой! Какой он быстрый. О, нет! Придется лечиться. Что-то самое обидное, что мясо на этих тварей не действует. Давайте немножко их отвлекем. Ну нет, здесь просто тупик. Но и лежат патроны. Слушай, ты меня достал. Я тебе сейчас дробью заряжу. Все? Тебе достаточно? Сволочь. Блин, маленькому одного заряда тоже не хватает. Все, уходим. Сзади виднеется какая-то надпись, но ее тяжело разобрать. Что-то типа Эмми... Вино в таком месте? Что ж, тут ведь темно и сухо. Только одна из бутылок пуста. Хм. Вероятно, тело раздавило что-то тяжелое. Что интересно, боже, как ужасно. Какое тело? Я даже тела-то не вижу. И лечебные напитки. Похоже, какого-то бомжа раздавило алкоголем. Какого... Я ж тебя убил. Так, надо бежать. Так, мне явно направо. Может, стоило бы взять булаву? Хотя, я вряд ли кого-то смогу и убить. Это огромная бандура. Да, фигуле майкл. А, блин. Вот какие вы шустры, а! Так, там тупик. Очередной пустой коридор. Грязная газетка, не читается. Как ни странно, но тихо. Проход перекрыт. И здесь тоже закрыто. Какие-то звуки кругом. Как будто кто-то бочку катает. О, нет. Когда же это закончится? О, опять ты! Ё-моё, их ещё и двое. Куда я попал? Есть выход? Охренеть! Нет, это определённо не выход. Я не могу взглянуть с крышку. Я тебе не отсюда выбраться. Я помню это место. Здесь нихрена нет, это ловушка. Что-то вся эта подземка, одна сплошная большая ловушка. Патроны для пистолета. Что это за устройство? Похоже, оно больше не работает. Шкафчик забит хламом. Нет, это не хлам, похоже, это чьи-то вещи. На грифельной доске что-то нацарапано. Но всё полустёртое и читать тяжело. Впрочем, важным это не выглядит. Так, стоит, наверное, полечиться. Давайте заодно почитаем предмет, который мы подняли. Булава. Похоже на круглый заострённый молот. Зверски тяжёлая штука, но зато в ней чувствуется мощь. Винная бутылка. Эта бутылка была брошена в углу подземного коридора. Подземный проход. Похоже, в печи осталось немного керосина. Если бы у меня была бы какая-нибудь ёмкость, я могла бы взять немного. Ну, как раз у нас такая ёмкость имеется. Я налила керосин в винную бутылку. В этом можно переносить керосин для электронагревателя. Разумеется, мне нельзя это пить. А, хизер. Юморная ты. Конечно же, лучше его не пить. Так, что здесь ещё есть? Похоже, что всё. Больше ничего она не хочет читать на этом столе. Так, взглянем карту. Есть ещё соседняя комната. Попробуем, где-нибудь убежать. Эй, засранец! Ну, ё-моё. Не удалось разморжить его. Что это за устройство? Похоже, оно больше не работает. Отверстие полно грязной воды. Я не могу туда спуститься. Если честно, мне бы и не хотелось этого делать. И как раз здесь нам и понадобится керосин. Вероятно, это бак для горючего. Хотя внутри ничего нет. Похоже, это выключатель подъёмника. Да, текстурки при ближайшем рассмотрении выглядят не очень. Мы открыли перегородку, и теперь вода должна была уйти. Благодаря той штуке вся вода ушла через отверстие. Похоже, теперь я могу туда спуститься, конечно, если я вытерплю запах. Куда ты денешься, Хизер? Вот как раз эта перегородка. Должно быть, отсюда выходит вода. Кругом одногнили с лякотью. Ну, только канализации нам ещё не хватало для полного счастья. Опять длинный переход. Такое ощущение, что разработчики просто копировали некоторые куски игры. И это канализация, да. Очень, кстати, похоже на канализацию из первой части. Только теперь даже можно сюда спрыгивать. Так, и у нас, кстати, есть даже карта этой местности. Да, мне кажется, безопаснее будет идти по воде. Хоть и придётся немножко испачкать свои красивые сапожки, но зато эти твари до меня не смогут добраться. И опять точно такой же коридор. Может даже показаться, что как будто бы я иду в обратную сторону, но нет. Это совсем другой коридор. Если присмотреться, то внизу можно увидеть некое тело. Инвалидное кресло. Кресло-каталка. Почему сюда выброшено кресло-каталка? Я просто трачу время, высматривая тут что-то. Лучше уйти отсюда. К тому же оно жутко воняет. Идёт через нос прямо в голову. Идёт через нос. Так, тут явно что-то лежит. Что это? И это фен. Также здесь у нас ампула. Да уж, тут много мусора. Откуда это всё, чёрт побери? Я думаю, это всё то, что бросают в канализацию. Здесь это, возможно, перерабатывают. Так, ну что, в этой комнате... Похоже, не осталось ничего полезного. По крайней мере, я ничего не вижу полезного. Да, и мы можем заметить, что тело куда-то пропало. Так, надо быстрее отсюда сваливать. Ой, эта тварь где-то рядом. Я только что видел кусок его ноги. Ой. Ой, что это за звуки опять? Ну, похоже, судя по всему, я правильно виделись. Выключим свет. Да, они меня всё равно увидели. И опять я получаю удар по голове. Верь закрыта, не сюда. Опять крест загорелся. Ладно, нас тут немножко проспонсировали бутылками, поэтому можно подкрепиться. Очередная комната. Опасно не входить. Вероятно, это было прикреплено к двери. Я вижу, откуда оно упало. Да, похоже, что отсюда. Это монитор охраны. Я ничего не вижу. Сломан, наверное. Да, это, похоже, комната охраны. Очередной сейф. И какой-то журнал. В воде монстр. Этот гад убил двух моих приятелей. Я не должен был сомневаться в правдивости той старой городской легенды об аллигаторах канализации. Это вовсе не миф. Но никто мне не верит. Они были пьяны и упали? Мы не такие глупые, чёрт возьми. Даже слово монстр не очень ему подходит. Это что-то другое. Всё, что я знаю, это там что-то есть. Я собираюсь покончить с этой тварью. Если вы нашли эту записку, считайте это моим завещанием. Месть бесполезна. Так вы можете подумать, прочитав это. Но Джоус и Джейми были моими лучшими друзьями. Хотел бы я знать, как осуществить это. Пушки под водой не работают. Даже мой знаменитый нож не поможет. Если бы у меня была ручная граната... Хм... Легенда об аллигаторах в канализации. На самом деле, действительно существует такая легенда о том, что жители Америки в своё время очень часто любили покупать аллигаторов, но потом они им надоедали и они их спускали в канализацию. А аллигаторы, потом попадая в канализацию, там вырастали и могли даже сожрать. Но это, возможно, всего лишь просто легенда. Канализация. Похоже, больше ничего интересного тут и нет. Согласно этому, два человека, упомянутых в бумагах, Джоус и Джейми, погибли. Похоже, это произошло во время работы. Кругому кровь. ВЫСТРЕЛ ОТРА И это была только что очередная смерть Хизер Опять тентакли Японцы, те еще извращенцы Они очень любят тентакли И пытаются постоянно их куда-то воткнуть Так, здесь у нас есть розетка И чтобы избавиться от этой штуки Нам понадобится Фен В первой части Саундхилы, кстати, тоже были тентакли Если кто помнит И вот эта сцена с Феном Вообще, на самом деле, является стебом Над старыми американскими фильмами ужасов Там тоже постоянно Кого-то убивали при помощи Фена Бросая его в ванну Тут какая-то сложная машина Она не включена Не буду ее трогать И не надо, Хизер Лучше не надо Тем более ты Без сказки Мало ли чего может произойти Так, где мы попали вообще? Так, слева у нас какая-то комната Попробуем не ее А, ну да Не получится Тут все завалено Опять канализация Я уж думал С канализацией покончено Но похоже, что нет Этот звук лучше скрыгнуть в воду Да, хорошее решение на самом деле Здесь у нас закрыта Так, ну неправильно Да, все верно И опять этот чертов переход Возможно, нам разработчики что-то пытаются сказать этими переходами Хм, куда это мы попали Похоже, нам все-таки удалось выйти из этой чертовой канализации Я не могу пройти на пути железная решетка Да и не надо, Хизер Давай лучше подниматься уже наверх Наверху и воздух чище И возможно, что даже безопаснее Хм, где это мы? Похоже на какую-то стройку Кругом все огорожено И как отлично на эту бочку Вписался ним солнца А это действительно стройка Так Что здесь, больше ничего нет? Очень жаль Двери законопачены Замки сломаны Два лечебных напитка Электричества нет Лиф не будет работать Ну да Похоже, что электричество еще не подвели В это здание Здесь, похоже, какие-то мешки с цементом И тачка Второй этаж Закрыто Потолок третьего этажа обрушился В целях безопасности вход воспрещен Сколько же здесь этажей, е-мое А здесь уже полк четвертого этажа обрушился Ну да, логично Остается только пятый этаж И здесь кругом срач Очередной унитаз Похоже, что наверху кто-то ходит Я думал, что в этом здании ремонт Но похоже, что его использовали Хе Почему бы строителям его и не использовать, конечно Что у нас здесь Да, хоть и дело проходит в Америке Но похоже, местные строители здесь не особо отличаются от наших строителей Похоже, это здание еще не скоро достроится Множество бутылок и банок Похоже, тут кто-то жил Возможно, что даже тут вообще Тут жил какой-то бомж В этом месте цвет стены немного отличается И материал тоже Она может сломаться, если я ударю достаточно сильно Давай попробуем И здесь у нас, как ни странно, глушитель И если присмотреться, то можно увидеть Что там в стене замуровано тело Я вижу ноги в дыре в стене Я надеюсь, что это просто ноги манекена Но не думаю, что я настолько везучая Прямо как в Черной кошке Лучше бы я не видела этого Черная кошка Я не видел фильм Черная кошка, исчезну Некоторые считают, что это отсылка к игре Metal Gear Эту игру тоже выпускали Konami Тут жилище из картонных коробок и одеял Похоже, здесь жил бомж Он даже здесь тут соорудил что-то подобие какого-то гамака Интересно, зачем этот бомж проломил тут пол? Бе, грязный матрас Сбросить дыру, давай сбросим Хоть он и грязный, но ничего не поделаешь Этот матрас, который я сбрасывал вниз, он мне больше не нужен Ну а что, забери с собой Вдруг устанешь, прилечь можно Так, выйти нельзя, но нам, в принципе, это и не нужно Это выход на лестничный пролет Так, похоже, здесь больше ничего нет Ну, есть дыра в стене Кроведет на леса Ой, черт, физер, только не падай Похоже, кто-то забыл закрыть окно И мы попадаем в соседнее здание Которое выглядит достроенным Это каталог по манекенам Я полагаю, это приемная компании по манекенам Похоже, мы попали в какое-то офисное здание Этот стол завален документами Хотя я не вижу никакой полезной информации Этот термос внутри ничего нет И карты у нас, соответственно, тоже нет Картонная коробка набита каталогами по манекенам В любом случае, мне оно не надо Опять чертовы манекены Так, ну что ж, придется немножко потыркаться по дверям Так, что у нас здесь? Все сломано Так, что-то я перебил, можно ли я немножко здесь еще похожу? Так, откуда я шел-то? Похоже, попробуем дальше сюда продвинуться Здесь, похоже, все закрыто Storage Room 2 Манекены Похоже, это склад манекенов Этот манекен без головы и без ног Я знаю, это просто не живой предмет Но я все равно слегка нервничаю Может, даже боюсь Хизер, тебя уже трупы не пугают А тут тебя напугал какой-то манекен Это единственный манекен с головой Что-то странное есть в этих безголовых Будто могут меня видеть Или что-то в этом роде Блин Манекен с головой Его голова единственное, что заслуживает внимания Это просто манекен Так, Хизер, что-то ты слишком зацикливалась на этих манекенах Это тело манекена Я знаю, что оно настоящее Что это было? Пули для пистолета Да, похоже, единственному манекену с головой Эту голову и отрубили Это кровь И, кстати, вот этот крик Который мы только что слышали Это на самом деле был крик Хизер Именно такой крик мы можем услышать, когда Хизер падает Куда-нибудь с обрыва Че это собаки? Так, ну ладно Гулава здесь не поможет Тем более против собак Давайте поставим пистолет Ну, попробуем воспользоваться на мясо Блин, не хотят они мое мясо есть Куда-то я иду, иду Так, ладно Ребятки, можно я вернусь к вам немножко позже Здесь, по-моему, более спокойно Куча бумаг, но ни одна из них не важна для меня Так, здесь вроде как что-то интересное Карта! Ну, наконец-то Карта офисного центра Сейф Зал для танцев Что не очень это похоже на зал для танцев На столе бардак Не похоже, что тут есть что-то Что было бы мне интересно Ящик выдвинут совсем чуть-чуть Похоже, он заржавел или что-то вроде этого Я не могу выдвинуть его дальше Что, сил не хватает, Хизра? Кругом какие-то каталоги, на которых изображены танцовщицы Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас дальше есть в этом коридоре В шкафчике нет ничего интересного Целых две аптечки Отлично Здесь висят какие-то фотографии Может быть, любовницы владельца шкафчика Как она это могла определить? Может быть, это жена? Здесь какие-то журналы, но ничего особо важного Один из них я уже читала А другой мне просто не интересен Окей Это просто календарь На нем не написано ничего интересного Так, что у нас здесь еще осталось? Похоже, больше ничего Тут огромный зал Похоже, этот зал как раз для танцев Но какие-то танцоры здесь Жуткие А тому вообще прям плохо стало Похоже, здесь делать нечего Да, конечно, очень странно увидеть в зале Да для танцев таких туш Собака Да сдохнет уже, надоел примерно Даже одну собаку никак пристрелить не могу Похоже, она даже здесь не одна Замок сломан Что здесь написано? Энос Лоффирм Какой-то Приндул Не знаю, как это переводится Пора, надо перезарядить наш пистолет Посмотреть, что здесь еще есть Так, если в ты Еще три двери, которые я еще не смотрю Кто здесь? Я не вижу никого Вон она выглядывает Други Да Твою ж мать Держи Ну покушай мяска, ну пожалуйста Что, надо спрятаться? Да ни хрена подобного Не хочет она мое мясо Так, дверь лифта чуть-чуть приоткрыты Что, она наконец-то увидела мое мясо? Не знаю, лучше бежать отсюда Блин Еще меня с ног сбило Ох И мы попадаем на лестничную площадку Так, лифт Хизер нам обвела Так как там двери приоткрыты Но мы пока не можем туда спуститься Нам не достает веревки И еще кое-чего Так, здесь похоже дверь сломана Похоже здесь дверь не работает Включим фонарик Да, в этом здании даже не пять А целых шесть этажей Ё-моё Да, шесть Да, ну шестой этаж закрыт Тихо Даже как-то странно Лифт не работает Ну, этот наверняка тоже Галерея изобразительных искусств Туалеты тоже не работают Это, похоже, магазин автозапчастей Но он закрыт Ну, в принципе, выбор у нас невелик Сейчас, секундочку Я сюда еще верну Что у нас здесь В этой галерее Тут подпись Подавляющие воспоминания Что это за чертовщина Мне эта картина совсем не нравится На самом деле Эта картина является прямой отсылкой Ко второй части На ней изображена, как бы, гладь воды А подавляющие воспоминания Это и есть отсылка как раз к Джеймсу Который пытался всячески подавить воспоминания О том, что он убил свою жену Вот это спокойная картина Гора Мило и просто Как раз для тебя, Хизер Тут написана цена Ну-ка, пять тысяч Боже, что за мир Да Никогда тоже не понимал Различной картины Какой-то абстракционизм, блин Который стоит кучу денег Похоже, тут раньше была картина Теперь осталась только подпись Пламя очищает все Пламя? Но я не знаю, что тут была за картина Но мне не особо нравится огонь Он какой-то пугающий Похоже, что Хизер не в восторге от огня А, что у нас здесь? Отвертка Отлично Как-то тесновато здесь Так, еще раз карту глянем Осталось тут у нас две двери Которые мы не посещали Одна из них офис А вторая Подсобка, в которой лежит катана Вот это уже более стоящая вещь Это катана Но мне не нужна вторая Я думаю, одной достаточно Слишком много вещей Только замедлит меня Да что ты говоришь? У тебя там чё-то конета уже в инвентаре Хотя зря она не взяла вторую катану Все-таки, Хизер, ты воровка Пролезла через окно в здание Ходит катан и ворует Лучше бы тогда уж картину за 5000 долларов уперла На столе регистрационная книга посетителей Думаю, сейчас я могу не обращать на это внимание Керамический сосуд не в моем вкусе Он слишком большой, чтобы использовать его как вазу Странно По-моему, вполне нормально Кстати, давайте оденем бронежилет Здесь мы вам пригодиться Ах ты, маленький дрищ Теперь у меня есть катана Я проблю тебя на куски Маленькая тварь Куриный икорачок Давай, иди сюда Надо следить, наверное Да, катана рулит Еще один Сколько вот здесь На самом деле, катана здесь является самым лучшим Оружием ближнего боя Но это, в принципе, неудивительно Вообще, очень странно, что разработчики дали катану Практически Ну, не в самом начале игры Но очень близко от начала игры Вообще, катана была секретным оружием Первая часть Саунхила Причем, чтобы ее добыть Нужно было очень сильно попотеть Так, здесь, кстати, еще одна дверь Которую я не... Что там? Еще кто-то живой, что ли, ходит? Да, один минус, коротковато Ну что, я надеюсь, все? Ох ты, ядрен батон Эй! Да, это ловушка, я помню Это ловушка, ребята Ну, ходим Ну, нахрен Здесь у нас все закрыто Что-то на ковре там что-то написано КНМ... А, ну это эти... Автозапчасти Офис автозапчастей Лечебный напиток Пулки пусты КМХ автозапчасти Плакат этой компании А здесь у нас домкрат Масло, фольга и все такое Мне от этого никакой пользы Вообще, по идее, хизер Логичнее было бы взять машинное масло Так как мы не можем открыть ящик Но у него, похоже, есть свои планы на этот счет На столе просто кипа каких-то серьезных На вид документов Мне они не нужны Хизер, больше здесь ничего не нужно вообще Что у нас осталось? Еще две дверки В конце коридора Да, и те закрыты Так, замок теперь у нас открыт И нам нужно возвращаться обратно на третий этаж Так, чтобы не тратить ваше время Ребята, я могу вам точно сказать Что первые два этажа, они закрыты Я даже не побегу их проверять Это я точно помню Что в этом здании открыты только два этажа Но пока что два этажа открыты Это рекламный плакат танцевальной студии Кому какое дело Так Так, надо вспомнить, где этот ящик был А, вон хизер пометила Вперед и налево Тут же где-то еще собака, по-моему, была Или она убежала Сдохла от голода Потому что не хотела есть мое мясо Так, я думаю, после всей этой беготни Стоит сохраниться Вообще, очень странно, что хизер открывает этот ящик именно отверткой У нее столько для этого было подручных средств Да даже тот же самый булавой Можно было хорошенько долбануть по этому ящику Я взяла веревку Можно было, конечно, и кота на это сделать Но Не стоит портить благородный меч Так, что у нас здесь? Дверь крепко закрыта Она вообще не откроется Двери лифта чуть-чуть приоткрыты Впрочем, щель слишком узкая, чтобы это как-то помогло Так, ну у нас есть домкрат Похоже, что дверь этажом ниже тоже открыта Отсюда я не могу попасть туда Никаким способом Ну как никаким У нас же есть веревка Кстати, если сразу не спускаться, то можно посмотреть, куда хизер ее привязала Вот так вот она аккуратненько привязала ее к двери И будем надеяться, что она действительно не откроется Так, и таким вот образом мы попадаем на второй этаж Лифт не работает Так, что я все эти лифты проверяю? Понятно, и так, что они нихрена не работают Так, давайте сначала Ух ты Как классно тут расположился знак Этот старый знакомый рисунок на куске бумаги Застрявший в торговом автомате Кто, черт возьми, мог его сюда засунуть? Это же не какой-то там прикол, да? Застрявший Ну он просто наклеен вроде Так, замок сломан Отсюда мы пришли Так, туалеты все так же закрыты Глянем карту Здесь тоже закрыто Хм, знакомая дверь, не правда ли? Где-то мы ее уже видели Психиатрическая клиника Гринридж Да уж Но, к сожалению, эта дверь закрыта А эта заперта Вообще, тут нахрен все закрыто Кроме одной двери Не похоже, что здесь есть что-то важное Похоже, мы попали в... Просто кровать Никто не прячется под ней Хм, еще ты хизер взяла, что там кто-то должен прятаться Я взяла вяленую говядину Статуэтка собаки Она выглядит такой натуральной Будто сейчас укусит Кстати, подобные статуэтки мы, по-моему, еще встретим Это приемная Тут и повсюду каталоги Тут диван, он и вправду весь разбитый Так, что еще хитрый Как больше ничего интересного О, черт Так, я даже не знаю Давай что-нибудь съедим Так же Наверное, поставим Попробуем дробовик Блин, они слишком низкие для дробовика Так, ну здесь уже нам поможет катана Ты что такой прочный? Я же тебя еще дроби зарядил Ты сегодня как умирать не хочешь А, абажуры для ламп и цветочной вазы Мне ни те, ни другие не нужны Под крышками больше предметов для демонстрации Нет времени думать об этом Это настоящая лампа Она даже не электрическая Как не электрическая, а какая она? Керосиновая, что ли? Если это только для демонстрации Это нельзя использовать Ну да Соответственно, унитаз тоже нельзя использовать Ванна для демонстрации На дне темно-красное пятно Интересно Что это нафиг за выставка такая? Выставка ванны Так, замок открыт, но нам туда не надо Это разбитая цветочная ваза Она тут тоже для продажи Какой-то антикварный магазин больше напоминает Демонстрационные вешалки для бумажных полотенец Смотреть не на что Что в этой маленькой кладовке делает эта ванна? Демонстрационная ванна для бумажных полотенцов Демонстрационная ванна для бумажных полотенцов Демонстрационная ванна для бумажных полотенцов Демонстрационная ванна для бумажных полотенцов